Расскажет нам про суперспособности рептилий и о том, что бывает и каким образом. Прошу поприветствовать! Всем добрый вечер! Зовут меня Катерина Кушнир. В прошлый раз я вам рассказывала о маисовых полозах, о генетике, о цветовых вариациях. Сегодня я расскажу вам в общем о рептилиях и о тех их свойствах, которые для нас кажутся необычными. Много очень мифов ходит, различных слухов, какая-то информация обрывочная до людей доходит, и порой она не соответствует действительности. А что-то наоборот, мы думаем, что это неправда, а на самом деле это действительно так. Поэтому сегодня я вам размею некоторые мифы о рептилиях и подтвержу некоторые слухи. Первый миф очень популярный у нас – это ядовитые гибриды гадюк и обыкновенных хужей. Это вот прям классическая история. Приходит человек и говорит, у нас тут уже поспаривались гадюками, выглядит как уж укусит все, ты мертвый. Ничего подобного. Те, кто хоть немного знаком с биологией сосновой, знают, что спаривание видов разных невозможно, не дает жизнеспособного потомства. Гадюка и уши обыкновенные – это очень далекие друг от друга виды, очень разделены генетически, и поэтому между ними никакого мезальянса быть не может. Откуда такой миф взялся? Дело в том, что многие животные имеют покровительственную окраску, то есть та, которая помогает им защищаться, сопрятаться. И человек, который не разбирается в рептилиях, ему в принципе непонятно, что это за, ну какая-то пятнистая ползает, ну какой-нибудь там зрачок, какая форма головы, он не встанет разбираться. Отсюда как бы все, все змеи ядовитые, выглядят как уж все равно ядовитые. Следующий миф – это способность змей к гипнозу. Откуда она такая появилась, эта байка? Часто мы можем в научных кино, там, в нашем же графике, видеть, как змея подкратится к мышке, а мышка сидит на эту змею, смотрит и никуда. И ты же дура, что ты сидишь, надо бежать! Но на самом деле, что происходит? Дело в том, что у змей очень слабое зрение, видят они очень и очень плохо. У них основные органы восприятия – это запахи, это слух, также хорошо они, ой, извиняюсь, слуха у них нету, это запахи, обоняние, вибрации, они хорошо знают, и терморецепторы у них есть, об этом чуть дальше расскажу. Так вот, когда змея приближается к своей добыче, она чувствует ее запах. Но запах – это такая вещь, которая повсюду, и точно определить, где она невозможно. Змеи лучше видят движущиеся объекты, как, кстати, и кошки. И поэтому, для того, чтобы видеть свою добычу, нужно, чтобы она двигалась. Но так как змеи и мыши, там, крыски, живут вместе уже миллиарды лет рядышком, они прекрасно знают эти особенности. Поэтому мышь сидит до тех пор, пока змея, принюхиваясь, не повернется в другую сторону, чтобы быстро утекать. То есть, в принципе, удачность бросков 30%, не более в дикой природе. Теперь о тепловом зрении расскажу вам. Это ту же суперспособность. Действительно, змеи способны видеть в инфракрасном спектре. Но вот это изображение, которое приведено, это инфракрасное изображение сделано цифровой камерой с чувствительностью до десятых долей градусов. И, конечно же, змея так не видит. Змея видит вот так. На темном, холодном фоне она видит белые теплые объекты. И четко, сильно уступает. Термодетекторы – это те органы, которые позволяют змее видеть. Они есть у удавов, у питонов, называется это лажноногие змеи, анаконды к ним относятся. И есть ядовитые змеи, которые обладают этим. Это емкоголовые, называются они. Собственно, емкоголовая гадюка и гремучие змеи. Ну, и есть несколько видов, которые тоже родственные, но не так широко известны. Вот они, эти термоямки. У питонов они сверху находятся, снизу на губе их много, порядка двух десятков. У ямкоголовых гадюк их всего две. Справа, слева от носа. Как они устроены? Это вот схематичное изображение, собственно, ямка. Внутри нее находится чувствительная мембрана. Вот это изображены лучи инфракрасного излучения. Мембрана покрыта особыми клетками, их примерно 40 на 40. Такое разрешение. Вот эта клетка, это нервная клетка. Она нервным балаконом подключается к основному нерву, и она как грибочек разрастается. Вот здесь у нее ядро, это ее основное тело. Эта клетка, как другие нервные клетки, под воздействием инфракрасного излучения, которое является для нее раздражителем, перерабатывает в электрический сигнал, отправляет по нервному волокну в основной мозг. И пару лет назад были проведены исследования немецкими учеными, которые выяснили, что происходит с изображением. Ведь 40 на 40 это очень маленькая матрица, и изображение должно получаться очень размытое. Почему же тогда так хорошо змеи прицеливаются? Дело в том, что сигнал обрабатывается несколько раз по принципу, как математически в компьютерах обрабатывается изображение с плохой четкостью, где математическими моделями на основе мелких данных мы получаем более четкие выстраивания. Это логическая математическая модель, которая не относится к мыслительным способностям змеи, но при этом подтверждает, насколько сложно работать может мозг даже у таких простых животных. Дальше. Голодовка. Змеи способны голодать очень по многу. Это связано с тем, что у них очень медленный метаболизм, и чем старше змея, тем метаболизм более замедленный. Маленькие змеи отличаются просто прожорливостью. Они не могут есть бесконечно, очень много. И это понятно зачем, чтобы быстрее вырасти и быть способным защищаться от хищников, и уже начинать самому есть. Случаи известные в неволе, зафиксированные. Например, меньше всего едят самцы, потому что им не нужно вынашивать детеныша, им не нужно столько питательных веществ, соответственно, едят они меньше. Зарегистрированы случаи, когда, например, в неволе самец смог питаться один раз в год. То есть он вышел из зимовки, спарился, один раз покушал, ушел в зимовку. Больше ему не надо. Раз в год, да. И случаи есть, когда крупные питоны, там 6-5-8 метровые, питались раз в два года. То есть они съедали какую-то крупную добычу, и два года могли не питаться на этом же время. Следующая суперспособность – это способность к утилизации. Настолько кислотность высокая в желудке у змеи, что переваривает она шкуру, мясо, кости, копыта. То есть она не отхаркивает, допустим, как птицы, да, выплывлевывают хитин, там, какой-то, если они другую птичку съели, они это все отхаркивают. Нет, она съедает все, и все переваривает и превращает там в биоотходы. Еще о змеях – это растяжка их пасти. Тут особенность в строении челюсти – верхняя челюсть, нижняя челюсть, они жестко не сцеплены. У них столько связками они соединены, а нижняя челюсть, она состоит из двух половинок, к сожалению, нет в анфас изображения. Они между собой не соединены вовсе, то есть могут раздвигаться, и кожа, которая между ними находится, она очень эластичная и сложена мелкой-мелкой гармошкой, что позволяет натягиваться им на добычу в несколько раз превосходящую по объему их. Вот, и также вот яйца некоторые змеи могут кушать. Теперь немножко будет, сразу предупреждаю, картинка может быть не очень лицеприятная, взята из интернета. Это скриншот видео, которое года 3-4 назад начало гулять по интернету. В Индии питон съел мужика, пьяный мужик где-то лежал, питон его съел, питона вскрыли, достали мужчину. Очень много шумихи это навело, это было связано с тем, что как раз в то время в Америке нагремели дела, когда сбегали крупные сетчатые питоны, у владельцев забирались, либо же у них дома, либо у соседей, и поедали младенца. Действительно, змеи-людоеды, это 50 на 50, то есть это все зависит. То есть тот не особо может съесть ребенка, крупная змея, взрослый человек не может съесть, потому что особенность нашей анатомии, змея не может с головы натянуться на плечи, она не может так расположить челюсть свою. Чтобы это проверить, в 2014 году вышел фильм, который был снят, не помню, как зовут автора, «Съеденный заживо». Очень интересное кино, поищите, в интернете человек создал экспедицию, специальный костюм, и поехал в джунгли Амазонки доставать анаконду. Вот реально доставал, то есть мне было так жалко анаконду, он просто искал, вылавливал по всем джунглям, давай съешь меня. Она от него убегает, уплывает, нет, давай ешь, в конце концов она на него набросилась, начала отдушить, но он забздел и как бы попросил, позвал команду, да, снимайте с меня анаконду, она меня может и не проглотит, говорит, но задушит точно. Следующее, теперь пойдем по остальным рептилиям. Есть у них такая чудная способность, это отбрасывать хвост и отращивать его заново, научно это называется автономия, это отбрасывание конечностей и эпиморфоз. Автономия, она характерна не только рептилиям, она унаследована ими от беспозвоночных, от амфибий, которые могут отращивать конечности себе, пауки, знаете, да, там линяя могут отращивать себе новые лапки, тараканы, если потеряли. Ящерицы умеют отращивать только хвост, и то не все ящерицы, это не у всех сохранилось. Это защитный механизм, нужен он ящерицам для того, чтобы отбросив хвост, оставив его в лапах в клюве у хищника, можно было убежать. Но хвост является очень важной физиологической частью, в нем хранятся питательные вещества, поэтому истощенная ящерица, потеряв хвост, может потом умереть от истощения, потому что ей не хватит питательных веществ, чтобы отрастить его заново. За счет чего это происходит? Вот это позвонки хвоста, есть особые позвонки, на которых имеются трещинки. Там расположены особые клетки, которые в случае выброса адреналина резкого, когда животное пугается, вырабатывают фермент. Фермент, который расщепляет и саму кость, и расщепляет мышцы, мягкие ткани. За счет чего? Да, моментально. Происходит это моментально, отбрасывается мягкая ткань, и получается это не разрыв, а просто рассоединение мышц. То есть вот это вот такая звездочка, получается, это мышцы. Целые, почти неповрежденные, которые способны расти. То есть вот это в момент отбрасывания, в течение суток оно затягивается корочкой, и начинает отрастать. Через несколько дней уже вот такая пипка появляется. И вот в течение нескольких недель, пары месяцев отрастает новый хвост. Все зависит сильно от возраста. Чем моложе животное, тем быстрее оно это сделает. Вот у меня был, это вот хвост и у блефара приведен геккон. У меня был такой малыш, мне достался, он отрастил за две недели полностью хвост, после того, как сбросил в двухмесячном возрасте. Самка двухлетняя или трехлетняя у меня, которая была, она отращила в течение двух месяцев себе новый хвост. Теперь маскировка. Самые известные маскирующиеся рептилеты, конечно, хамелеоны. Как они это делают? Многие считают, что они это делают, чтобы прятаться, но нет. Больше это им нужно для общения между собой. Они общаются на языке цвета. У них для этого есть два инструмента. Первый – это клетки, называющиеся хроматоморфы. Они есть у хамелеонов, у многих гекконов, также у каракатиц, у осьминогов, которые хорошо прячутся. Клетка. Представляю собой в водочку, в которой находятся вот здесь в центре молекулы какого-то пигмента. Красный, синий, желтый, черный, коричневый, зеленый. Может быть. Когда они сконцентрированы в одном месте и клетка сжата, то цвет почти не виден, не заметен. Здесь на белом фоне кожа отделенная, поэтому хорошо видны эти кошки. Когда там они все рядом, то, естественно, одни теряются. Когда животному надо проявить цвет какой-то, он эту клетку расслабляет, она растягивается, пигмент распространяется по всей клетке и получается вот такая заливка. Второй инструмент, тут будет у нас видео, называется это иридофоры. Это новые клетки, в прошлом году только было опубликовано исследование по ним. Нашли клетки в коже, в которых находятся кристаллы гуанина. Это аминокислота. Кристалл это что? Это некое вещество, которое имеет кристаллическую решетку. И за счет того, как близко расположены узлы этой решетки, она по-разному будет отражать цвет. И поэтому получится разный цвет у животного. Так, где ты? Вот, пошло. Видео тут немножко сначала, данные об исследовании. А потом будет съемка микроскопом. Вот, собственно, эта клеточка, вот она широкая, выглядит как желтая, начинает сжиматься и через желтый, через зеленый свет она приходит к синему. Это вот в реальном спектре изображения. Это вот кожа вся, она покрыта этими клеточками. Расстояние 200 нанометров. Очень-очень маленькие. Так, покажи нам следующий слайд. Вот, ну и, собственно, пример. Вот маленький хамелеончик йеменский, вот он прячется среди листьев. Мышка, мышка. Это гекконы, бахромчатые гекконы, которые маскируются под кору, под лишайник. И вот кошачий геккон, у которого цвет глаз настолько отличается от цвета тела, насколько кора отличается от пха, деревьев, на которых он обитает. Классная очень вещь эволюционная, созданная природой, это партеногенез. Партеногенез – это способность самок самооплодотворяться, либо оплодотворять друг друга. Для чего эта способность нужна животным? Дело в том, что она сохраняется у видов, которые живут изолированы. Камадонский варан, он, как известно, обитает на островах Камода, острова небольшие. Или вот это наша скальная ящерка, он у нас обитает в регионе. Ящерица маленькая, живет на очень большой площади, и бывает так, что некоторые популяции отделены хребтами, долинами друг от друга, не могут встретиться. А в связи с различными климатическими изменениями бывает так, что в популяции может не хватать самцов. Холодно было, болезнь покосила, охотники убили, то есть что угодно. Но не стоит это путать с гермафродизмом, то есть как у червей и у моллюсков, когда два моллюска оплодотворяют друг друга, они несут и женские, и мужские гонады. Нет, тут происходит другое, тут две женские гонады в организме животного сливаются в полноценную зиготу, из которой развивается животное. Но, естественно, почему они не размножаются только так, потому что такой тип размножения приводит к ухудшению популяции, то есть накапливанию вредных генов и вредных мутаций. Ну и, собственно, глаза хамелеона, который способен видеть почти на все 360 градусов по всем осям, это у него благодаря, возможно, тому, что глазное яблоко не как у нас находится внутри черепа, а вынесено и закрыто кожей. Из-за этого они очень нежные, очень легко повреждаются, этот орган, и он является жизненно важным. Еще важное исследование – глаза хамелеона управляют его окраской. Если у хамелеона отключить зрительный центр мозга, то он не сможет менять окраску. Такие тоже. Теперь насчет медленной черепахи. Вот кто говорит, что черепахи медленные, тот никогда не видел черепаху, которая бежит к миске с едой. Вот у меня дома вот такая живет. Я никогда не скажу, что она медленная. Средняя скорость человека, идущего пешком – 5 км в час. Черепаха двигается со скоростью 10 км в час. Два раза быстрее. Ну и самые быстрые – это, конечно же, морские черепахи. В море двигаться легко, меньше сопротивления. Кожистая черепаха до 35 км разгоняется. А если она еще оседляет стрим какой-нибудь, это вообще не угодишься. Еще немножко о черепахах, про продолжительность жизни. Да, действительно, могут жить 100 лет и больше. Крупные, галапагостские черепахи в неволе зафиксированы случаи. Там у кого-то подишаха была подарена черепаха, 300 лет, по-моему, прожила. Но это так. Информация. Все очень сильно зависит от размера. То есть, маленькие 30-сантиметровые черепашки живут 40 лет, черепахи до метра 50-70, ну и те, что больше метра, те могут жить 150 лет. Теперь немножко про морозоустойчивость, экстремальные температуры. Тут опять черепахи отличились. Расписная черепаха из Северной Америки зимует в грунте, но в грунт может попасть вода, и если температура резко понизится, то вода замерзнет, и, соответственно, будет минус. Так вот, эти черепашки при температуре в 2,5 градуса ниже нуля себя спокойно чувствуют, потом отмерзают, просыпаются, уползают и дальше продолжают жить и радоваться. А есть же вот такая чудесная обратная сторона. Это жароустойчивая гадюка из Средней Азии. Живет отлично при 49-50 градусах. Ее как не могли, так и жарили, но она лучше всех выдержала. И вот еще немножко страшного. Двуголовые змеи, черепахи. Когда в интернете первый раз наткнулись, думаю, боже мой, что это такая за страхолюдина, откуда они это взяли, как они это нарисовали. Нет, на самом деле рождаются вот такие животные. Это сиамские близнецы. Так же, как среди людей встречаются сиамские близнецы. Тот же самый феномен. Может быть, когда-нибудь я сделаю отдельно по этому лекцию, потому что очень интересное явление с точки зрения биологии и генетики. Ну и, ребят, напоследок я хочу вам сказать, чтобы вы, надеюсь, поняли, что рептилии вот этих особенностей, они сильно отличают нас от млекопитающих, от птиц, с которыми мы привыкли общаться. И природа, имеются у них какие-то свои слабости, но она им дала сильные стороны, которые помогают им выживать и царствовать на земле уже миллиарды лет. И хочется, чтобы вы поняли, как это круто быть таким животным, насколько оно классное, что оно создано природой и столько прожило. И чтобы как можно реже мы использовали в отношении них слово «гады», все-таки называли их правильно, «рептилии». Все, спасибо за внимание. Я готова на вопрос ответить. Все в шоке. Яшницы, например, откидывают хвост. Известно, болезненный ли это процесс для нее? Да, это, конечно, болезненный, потому что это похоже на ожог по ощущениям, что происходит химический ожог. А вот змеи, почему тогда на пальцы, например, не кидаются? Это тебе просто змеи на пальцы никогда не кидались. Кидаются вообще. Как бы, да, вот Рома спрашивает, почему, например, на руку не бросается змея, когда в неволе садятся. Дело в том, что животные, они немножко умнее людей, в том плане, что если они видят, что объект больше них, животное другое, то как бы смысла его жрать нету. Ты его не съешь. Поэтому змея, она оценивает размер, и, понимаешь, ей проще уползти. Чем пытаться это съесть. По поводу хватает, я несколько раз с Катей наблюдала, которая бежит в крану очередную змею отмывать. Отмывать. У меня вопрос, черепаха, да, домашняя, насколько вот это умное животное? Опять же, на основании исследований, то есть не голословно, да, говорю о том, о чем я читала, эксперименты европейских ученых, замеряли интеллект рептилии. Специально брали змеек, ящерок, черепашек, варанов. Черепахи вторые по интеллекту. Первые идут вараны, самые интеллектуальные ящерицы. Черепахи оценивают изображение. Они могут отличить изображение от реального объекта. Они воспринимают звуки. Они запоминают клички свои. Они могут решать лабиринты. А ты подзываешь своих черепахов? А их не надо звать, они, в принципе, так всегда на контакте у меня. Они стучат в террариум. Я сама видела, он вдруг заходишь, они у всяких сразу встрепенулись. И такие черепы. И к тарелке. Да, и к тарелке. Девушка, вопрос хотела задать. Какое причине черепахам удается быть на убежитете? Как и у всех рептилий, у них очень медленный метаболизм. Метаболизм – это обмен веществ. Почему, допустим, хомячки живут всего 2 года? Очень быстро организм созревает, очень быстро способны воспринять потомство. Много потомства дает, организм изнашивается, и организм погибает. Черепахи становятся способными к размножению только не раньше 6-го года. Чем больше черепаха, тем она позже становится половозрелой. Соответственно, ей нужно меньше потреблять клетки, меньше нагрузки организм испытывает и медленнее износится. То есть, если бы, допустим, человек мог бы так же медленно расходовать энергию, он бы тоже способен, был бы способен жить больше своих 70 лет. Я иного жителя, вы поняли. В детстве для меня все змеи были ядовиты. Я знал, что есть ружи и прочее. Потом все больше и больше интерес был, изучал в интернете, смотрел картинки, какие змеи выглядят. И пришел к тому выводу, что в наших краях очень трудно вообще, в принципе, встретить, найти ядовитую змею. Это так? Это так. В нашем регионе живут всего 2 вида ядовитых змей и порядка 10 видов не ядовитых змей. Вообще, в общем, процент ядовитых видов 20% от всего видового разнообразия змей. И, соответственно, угадайте, где больше всего живет ядовитых змей? Амазония. Австралия, правильно. Вы уже решили, что туда никогда не поедали. Да, да, да. Семь процентов ядовитых гадовитых планет. Какие 2 вида? Два вида. Это гадюка обыкновенная и кошачья змея. А насколько они ядовитые для человека взрослого? Ну, если вдруг упустили. Значит, яд этих змей является гемотоксичным. Яды бывают разные. Гемотоксичные те, которые разрушают белки крови. То есть, если у человека есть какие-то нарушения крови, то для него это может быть очень быстротечное воспаление. Ну, также слабое сердце. Если слабое сердце, то высок риск летального исхода. В принципе, при своевременно оказанной помощи, кроме отравления токсического, человек не получит ничего. А какая она эта помощь? Вот в двух словах. В двух словах это прижечь место укуса. Прижечь место укуса. Отсасывать. Отсасывать нельзя. Или нельзя. Нельзя, потому что вы проглотите этот яд, скорее всего. И поврут оба, да? Да. Ну, если да, совсем удачненький, то оба поврут. Потом второе, слюна, которая попадет на место укуса, она растворит кровь, еще быстрее пойдет этот кровоток. Самое лучшее прижечь и прекратить кровоток, это пережать, то есть, как обычно при ране сосудов делается. Да, при первой медицинской помощи, чтобы не дать распространяться яду по крови. И глубоко прижигать, чтобы вот место укуса именно там было... Ну, там, нет, понятное дело, что там не надо все дырку прожигать. Просто дело в том, что белки яда, как любые белки, разрушаются при высоких температурах, да. Если нагреть место это, ну вот, но прекратив кровоток, то просто можно нейтрализовать некую часть яд. Очень... Спасибо. А можно еще про вот желтопузиков или желтогрихов? Они говорят в нашем районе. Да, желтопуз... Ядовитые, сколько кусачие. Почему они решили? Да, первое, что надо понять, есть желтопузик, это ящерица без нога. И есть желтопузый полос, желтобрюхий. Это крупный полос, 2,5 метра растет, не ядовитый, потому что это полос, но очень агрессивная змея. Он хвост надувается, он бьет неплохо. Вот я уже, я просто не нашла фотографий, так бы я вот сюда бы вставила, тоже рассказала бы. Мы долине надрезнили такого полоса. Как это надувается? Полос, 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 полос. Выстоишь, если выстоишь. Малый человек. Говорят, что, ну, вот, полтоплюхи не могут сломать кости, но просто, ну, там, корову, похоронить, ударить и сломать. Или... Я думаю, что это, да, это связано с тем, что однажды была какая-то поломана одна из тонких костей. Змея действительно очень сильная, бьет очень сильно. Даже вот небольшая, небольшие змеи, которые у меня дома живут, они когда кусают и наматываются, ты чувствуешь. Вот даже вот такая змейка, она очень сильная. То есть сломать бедро нет, не сломает. Ребро, лучевую кость может сломать. Или он меняет цвет от испуга? Да. От испуга. Когда спарет, собирает, он тоже там меняет цвет. Он меняет, когда голодный, когда хорошо, когда плохо, когда светло, когда темно. Вот, когда он рад. Да, молодой человек. Я просто вот хотел добавить, что пытался найти в интернете видео, где бы желтогрих нападал бы на кого-нибудь, ударил бы еще что-то, что ты вообще не нашел. Вот мне больше всего интересно про надувающийся хвост. Я не знаю таких механизм. Он реально надувается в шишку, она как камень, действительно. И он стягивается потом пружиной, выбрасывает себя, как папа, и лупит безмобыльно. Пока ты мне не покажешь видео с этим, я не поверю. Гверно, как глазам сломит. Я никогда этого не видела. Я, кстати, тоже об этом странное ювелие не слышала. Вот буквально месяц назад ходила с подругой там по городу с змейкой, то есть я встретила странную женщину, которая привесила меня в мисхак и отламывать у нее желтопихов. Потому что я не помню. Тоже, когда со своей змеей пылял, лично, прям знаком с таким человеком, который говорил мне, что он видел, как такая змея становилась, внимание, на голову и била хвостом просто, прям умолодила. Ты можешь себе представить, как змея на голову становится? Я бы посмотрел. Я бы тоже. Я бы тоже посмотрел. Огненный шар и садик. Конечно, спасибо. Вопросы закончились. Спасибо огромное.